Крупная спецоперация турецкой полиции в Стамбуле. Там ликвидированы тренировочные центры, где готовили боевиков, запрещенные в России группировки «Исламское государство». И самое страшное, что в этих школах террора училось много детей. О запредельных по жестокости методах подготовки будущих убийц, которые навсегда делают их моральными коллегами, в репортаже Юрия Липатова. Младенец, лежащий между боевой гранатой и пистолетом, а вот другой, лежащий рядом с автоматом и воззваниями, взорвать чертям весь мир неверных. А если кто выживет, отрезать голову. Фотографии, размещаемые террористами из ИГИЛ в интернете, делают свое дело. Наводят ужас на тех, кто их видит. Считается, что страх – лучший способ парализовать волю к сопротивлению, поэтому фото и видеоотчеты боевики сами распространяют максимально широко. Задержание педагогов от терроризма в Стамбуле произошло в ходе рейда по двум районам города, которые организовали в рамках расследования двойного теракта, совершенного в Анкаре. 24 ребенка. Все, как сообщается, родом из Узбекистана и Таджикистана, временно находились в Турции, где их обучали, как надо жить в правильном государстве, как и чем помогать взрослым. Отрезать плюшевому медвежонку голову, наверное, одна из самых первых игр в жизни этого малыша. В нее его научили играть те, кто называет себя маджахедами. Но тем, кто постарше, приходится уже убивать людей, чтобы стать таким же, как те, кто тебя окружает. Такие примеры были. Если вы помните, когда была инициирована казнь на видеокамеру как раз жителя Казани, это студент Российско-Исламского университета, который поехал воевать. Видимо, он был воспринят боевиками как засланный казачок, и тогда его убивал подросток из Казахстана, 14 или 12-летний, то есть он ему стрелял в затылок. Это, конечно, своего рода одно из первых видео, которое показывает участие детей в убийствах и служит именно воспитательной функции. Террористы ИГИЛ в последние несколько лет целенаправленно готовили будущих смертников из детей. Видеозаписи, сделанные в детских тренировочных лагерях, найти в интернете проще простого. Вот так учат терпеть боль. Бьют в живот, по ногам. После этого драка один против всех. А в финале дети должны хором благодарить учителя жизни. Ведь он делает из них суперменов, таких же непобедимых, как персонажа из фильмов боевиков. Стрелять из автомата учит, едва дети научатся крепко держать ложку в руке. Дальше больше. Десятилетние уже изучают тактику стрелкового боя в пешем строю, взятие в плен и конвоирование. Боевики ИГИЛ, занимающиеся с детьми, не просто какие-то бестолковые монстры. Они четко знают способы тренировки и цели. Дети, в общем-то, видят все в интернете это, да. В первую очередь стрелялки. Это они хотят... А потом вот они видят это все по натуре. Дети, которые в ИГИЛ составляют, которые учат ИГИЛ, они стреляют по живым людям. По, соответственно, даже по своим гражданам, по своим товарищам, я не буду скрывать. И после этого ходят и наслаждаются своими убийствами. Их привлекают казнем, привлекают объективно после этого, эта хроника хранится у определенных людей, которые всегда могут сказать, а вот ты уйдешь куда-нибудь, а мы это все опубликуем. В общем, таким образом они удерживают любого человека, который в этом участвовал. А во время этой съемки взрослых за кадром говорят по-русски. На территории захвачены ИГИЛ тысячи боевиков из республик бывшего СССР. Там же их женщины и дети. Будущее поколение, да, у меня замена купается. Новое поколение готовят для будущих войн. В том числе в Средней Азии, на Кавказе, на территории России и Европы. Везде, где понадобится, в общем, боевики активно используют детей как оружие. Первое – это участие в боевых действиях, на военном театре действий. Второе – это подготовка из этих детей, так называемых шахидов. Третье – это нужно особо подчеркнуть – это использование этих детей в пропагандистских целях. Точнее, не этих детей, а их, простите меня, трупов и частей их тел. Это, я бы так сказал, специальный род войск, особый род войск. А еще есть одна очень важная вещь. Она заключается в том, что использование детей для совершения террористических актов абсолютно затрудняет предупреждение этих террористических актов, потому что трудно представить себе, что вот какой-то ребенок, который идет сейчас по улице Парижа или Мадрида, или Рима – это будущий шахид, а на нем пояс шахида с мощной взрывчаткой. Это стратегия. Это нынешняя и будущая армия глобального джихада. Куда она пойдет, извините, пожалуйста, куда она пойдет, эта армия, трудно сказать, но одно из направлений, мы об этом сказали уже, это Европа. И немецкая и британская разведки сообщают прессу собственных стран, что, называется, дают утечки, как попадают будущие террористы в ЕС под прикрытием организаций, называющих себя благотворительными, под видом беженцев, членов несчастных, голодающих семей, бегущих от войны. И если до последнего времени европейцам казалось, что вся эта идеологическая и военная структура терроризма где-то далеко, то теперь понимания реального положения вещей становится больше. Аресты боевиков, произошедшие в Турции, в Стамбуле, случившиеся, правда, только после того, как в стране произошли теракты, тоже свидетельства, что турецкие власти начинают открывать глаза на угрозу, которая не то, что стоит на пороге, а уже этот порог перешла. Юрий Липатов, Наталья Литовка, Лариса Никитина, Первый канал.